Анонимный звонок поступил в 10-м часу утра в один из отделов полиции. Мужской голос сообщил, что заминирован многоквартирный жилой дом по адресу Станиславского 1. Он также выдвинул требования о том, что если не выпустят двух мужчин, которые находятся в следственном изоляторе, то дом взорвется. Речь идет об уголовном деле, который находится в производстве Следственного управления Советского комитета России по Иркутской области. В отношении двух лидеров одной из преступных группировок, которая действовала на территории Иркутской области, которая обвиняется в совершении ряда убийств, вымогательств, совершении других тяжких преступлений, в том числе нанесении тяжкого вреда здоровью. На место прибыли сотрудники полиции, МЧС, спецподразделения аварийно-спасательных служб. Были эвакуированы 73 человека, из них 14 детей. Пока оперативники шаг за шагом обследовали здание, жильцы терпеливо ждали разрешения вернуться в квартиры. Все они были уверены, что это очередное сообщение о лжаминировании. Я думаю, шел, попал в оцепление, сказали, дом заминирован. Я думаю, что это все попусту, что сейчас выпускные, все вот это вот дело. Может даже, ну это обычное дело, мне кажется, бывают такие случаи. Может какой-нибудь даже юсиний обострение, что-нибудь такое, уголовник, может кто-то перепел просто. Мне кажется, никакой угрозы для общества нет. Но спустя час выяснилось, угроза есть. Звонивший не блефовал. В одном из подъездов под лестницей полицейские нашли боевую гранату. Дальше к работе приступили саперы. Взрывчатка была обезврежена. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность звонившего. Всех, кто видел возле дома по улице Станиславского 1 подозрительных лиц, просят сообщить об этом по телефону доверия Главного управления МВД России по Иркутской области. 21 68 88 или 02. За информацию, которая поможет следствию, предусмотрено вознаграждение. Иван Курницкий, Николай Крупченко. Новости сейчас.